здравствуйте дорогие друзья на канале дискуссионного клуба программа кухня оппозиции блиц с аркадием янковским и валерием соловьем валерий дмитриевич приветствую вас из черногории теперь здравствуй аркадий здравствуйте уважаемые зрители и слушатели я перемещаюсь у нас был такой своеобразный телемост из дубая из фуджейра из стамбула вот теперь я временно в черногории здесь неплохо такая морская тематика но дело требует от нас серьезности поэтому у нас серьезная передача о текущих событиях как всегда валерию известно одна основная тема предполагающая развернутый разговор и я ее сейчас озвучу и потом полтора десятка вопросов в этот раз много поступило по нашему каналу кое что я добавил и мы валерия будем пытать ну а тема наша звучит так я сформулировал таким образом паспу пост путинская система власти ожидания консервация осторожное реформирование полное переустройство после взрыва но имеется ввиду социального возможно взрыва и так валерий наверное помимо этих вот основных таких столбовых вариантов которые я увидел ты может быть и видишь еще что-то какой-то гибрид и пожалуйста свое видение рассказывай аркадий вот очень удачно что употребил это слово гибрид я бы процитировал фразу знаменитого анекдота который думаю наши зрители слушатели хорошо помнят это ответ раввина и ты прав и ты прав и ты прав поэтому гибрид состоит в том что наверное мы пройдем через все то о чем ты сказал то есть это попытка сохранить путинизм без путина то есть консервации системы это попытка осторожного реформирования системы и это кризис я бы не говорил сейчас о социальном взрыве не стал бы забегать вперед я вот честно говоря не вижу пока никакой симптоматики более того есть симптом прямо противоположного свойства если уж объявляются выборы на 11 сентября назначаются то это означает что с точки зрения не только кремля не только администрации прошу прощения но и с точки зрения фсб ситуация стабильно и находится под контролем конечно теоретически это не означает что она не изменится допустим в августе у август в истории россии не раз случался не очень летний точнее может быть по погоде было летним месяцем но по своему напряжению он оказывался скорее революционным осенним месяцем так что это совсем не исключено но пока что вот с точки зрения сегодняшнего дня ситуация выглядит стабильной поэтому я бы говорил не о социальном взрыве как о варианте трансформации системы варианте развития а скорее о кризисе причем кризис это очень важно понимать который начнется сперва в элитах то есть кризис который начнется наверху и вот он может перерасти в кризис снизу причем благодаря действиям самой элиты здесь есть обычное наблюдение оно характерно не только для россии но вообще для многих эпох и многих стран что когда фракции элиты сцепляются вот входят в клинч схватки то мы знаем на что могут полагаться допустим чекисты мы знаем на что они полагаются они генерируют страх они генерируют насилие а вот есть допустим мирные но условно штатские немирные штатские они совсем может быть и не мирные штатские фракции элиты да вот допустим тот же мишустин тот же собянин они на что могут полагаться они могут полагаться да на мобилизацию каких-то других ресурсов отнюдь не только экономических может быть ресурса общественного давления делается это сейчас современном мире довольно просто ты контролируешь или покупаешь телеграм-каналы ты обращаешься к лидерам общественного мнения возможно у тебя уже есть связи возможно их пока еще нет но их не сложно выстроить и запускаешь определенную повестку то есть призываешь как каким-то общественным действием поддержку даже не конкретного человека потому что ну мне трудно представить чтобы допустим так уж открыто либеральные оппозиционеры призвали поддерживать собянина или мишустин но поддержки определенных к определенному выражению эмоции вот сейчас уже нужно выходить на улице площади это не то что прежде а учитывая что упомянутой мной силовики они совсем не едины они совсем не едины это это не это не не то это не то что было при советах и при советах ты помнишь кгб ссср не сказать не выстоял и он никакой роли на самом деле не сыграл он не смог противодействовать гибели советского союза да в общем похоже что я особо и не собирался по крайней мере критической ситуации так вот а у этих нет никакой идеологии у них есть какая-то общая корпоративная культура но их разделяют материальные интересы и привязанность к тем или иным группировкам влияния и эти интересы разделяет их сильнее чем объединяющая корпоративная культура это первое и второе что еще важнее потому что все-таки путин хочет их почистить он сину он уже начал фактически чистку то есть происходят изменения в центральном аппарате мы знаем об этом просто уже много говорилось о том что в первую очередь изменения затронули пятую службу фсб я знаю что они затронули допустим и вторую службу это ту службу как раз который занимается аркадий тобою мною да ну вообще оппозиции не только нами сразу давай это то служба которая борется с экстремизмом с экстремизмом на это короче ролев да курирует но поскольку он первый заменит я не помню кто руководитель второй службы но королев как первый заместитель вообще главы фсб и как очень вероятный преемник бордникова наверное курирует я точно не интересовался подчинение я говорю про в данном случае о том что что-то уже происходит но речь идет о довольно серьезном обновлении вообще конторы что будет связано по всей видимости с уходом бордников он давно уже просится давно еще в прошлом году он несколько раз просился дважды или трижды в отставку и это может все произойти насколько мне известно уже в ближайший месяц кстати чистка МВД уже идет об этом просто не сообщают публично естественно но допустим там в сообщении из социальных сетей из того что получают своих корреспондентов ясно что там идет чистка она уже началась но пока что как обычно начали снизу перейдут и наверха доберутся до колокольцева наверное тоже да ты знаешь не факт что его снимут вот это самое интересное дело в том что Владимир Владимирович понимает что если сейчас снимать каких первых руководителей вот шойгу казалось бы ну ситуации велит просто его отправить не просто в отставку а выгнать позорным веником его выместить но если его убрать это означает признать что спецоперация идет совсем не по плану если увольняют министра обороны точнее направляют в отставку поэтому не факт что колокольцева собственно уберут но ведь можно лишить его части полномочий да там назначив каких-то замов которые будут замыкаться непосредственно на президента как это товарищ сталин тоже любил свое время делать и вот то есть мы можем подойти вот к этому кризису верхов как раз состоянии когда силовики будут ослаблены и они будут дезорганизованы что тоже способствует что тоже способствует перерастанию верхушечного кризиса более масштабные общенациональные и как бы эти люди не горели желанием там сохранить путинизм без путина да ну здравомыслящая часть элиты или трезвомыслящая или более осторожная она понимает что нельзя наладить отношения с миром ничего не изменить это уже невозможно что это должны быть какие-то изменения внутри страны это должно быть изменения внешней политики это должны быть кадровые изменения причем довольно серьезно есть ряд людей которые просто не могут находиться с точки зрения интересов ну и там цели как налаживание отношений с внешним миром эти люди не могут находиться в российском руководстве и просто не могут кстати к числу относятся и министры лавров это известно еще ряд не будем перечислять сейчас перечисление может оказаться довольно да нет на самом деле коротким если мы говорим о ключевых фигура ну вот эти люди имеются так что резюмируя уж прошу прощения может быть затянул я скажу что скорее всего мы столкнемся совсем и даже не последовательно а наверное почти одновременно то есть попытки сохранить путинизм без путина к чему сейчас идет подготовка сейчас уже формируется персональный состав госсовета путин уже продумывает его продумывает о том как он будет передавать власть это значит и как он из-за кулис попробует руководить этим госсоветом ну наверное так же у него получится как назарбаев пытался управлять в казахстане ну там он хоть из какое-то время протянул в россии это не получится значит второе это осторожные реформы я думаю что те кто сейчас молчат очень важна позиция тех кто молчит мишустин да который молчит спасает экономику спасает экономику можно относиться к нему как угодно но он не делает никаких политических заявлений равно как статьи собернив он спасает значит город ну и плюс занимается как это у нас называют в Москве бордюрингом деньги вот будут важна позиция этих людей которые будут выступать наверное с идеями реформ идеями нового на это вот мы совершенно точно это увидим совершенно точно потому что я знаю что уже обкатка этих идей она уже прошла в частности будет сформулирована такая дихотомия она у я уже ее видел что или значит мобилизационный режим то есть военный коммунизм да или новый нэп вот и наверняка мы увидим что те люди которые хотели бы другого решения я бы сказал более реалистичного и прагматичного они конечно выступят спонсорами вдохновителями вот этой общественной кампании кудрин безусловно ты абсолютно прав он я думаю что все таки не расстался с мечтой стать главой правительства там президенту явно он значит не хочет но он совершенно точно был бы не прочь провести реформы он начнет давать интервью но мы еще ряд людей увидим несомненно тех которые сейчас молчат допустим того же юргенса человека кстати умеющего очень убедительно очень убедительно скажем и и прочее 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 я думаю что выйдут из тени те люди которые были в свое время помнишь рядом не не рядом с медведевым а которые обосновали необходимость модернизации президентства медведев ты помнишь был ряд лидеров общественных интеллектуалов публичных интеллектуалов сейчас понятно что с медведевым уже никаких надежд связано быть не может он собственно говоря сам перечеркнула вопрос вопрос будет и прошу совет это мы затронем так валерий продолжай пожалуйста да ну собственно говоря вкратце я уже ответил ну точнее не ответил высказал свое предположение что мы увидим все вместе и наверняка что то еще не бы очень не хотелось чтобы мы увидели элементы массовых беспорядков организованного насилия вот этого я боюсь и честно говоря из-за специальной военной операции это уже не выглядит невозможно потому что сейчас огромное количество людей находится не только в действующей армии но и в частных военных компаний куда идет интенсивная вербовка и давай представим себе что эти люди возвращаются да и значит как это было в семнадцатом году они ничего кроме там зарплаты или контрактных да они не получили и наверное еще и не полностью получили и плюс это люди которые прошли очень тяжелые испытания это это уже очевидно как они будут себя вести причем эти люди могут вернуться с оружием у них есть боевой опыт у них есть так или иначе организация особенно если речь идет не о тех кто демобилизуется вот именно об этих частных военных компаний это очень опасный но сейчас совершенно непредсказуемый элемент то есть он тоже может включиться и это может способствовать перерастанию политического кризиса будя он развернется в нечто довольно опасное по своим последствиям не в гражданскую войну я честно скажу в гражданскую войну в россии я не верю вот массовый бандитизм или хотя бы элементы до организованного бандитизма и массовые беспорядки да это вполне допустим к сожалению да но это не наше сказать это не усилиями российской оппозиции это будет следствие действий самих волоскей это мы понимаем значит продолжение такую мысль выскажу что если вспомнить классику верхи не могут а низы не хотят то здесь скорее гибрид будет такой что низы вот почему то не хотят и такой вот социальный взрыв это наименее вероятный в последнюю очередь будет а что касается верхов наверное его величество консенсус при тех или иных обстоятельствах эти ребята преследуя свои личные интересы и интересы своих групп они будут искать консенсус и вот консенсусное решение и персоналистское и по структуре и по госсовету наверное это то что самое интересное что будет определять вот вот в это время систему управления в постпутинское время вот это мое резюме услышав то что ты сказал за примерно до аркадий я понимаю но я бы сказал все таки не консенсус а компромисс компромисс консенсус до компромисс предполагает что ты в чем-то поступаешься чтобы поступились в пользу каких-то твоих интересов другое дело что мы сейчас не знаем ответа на ключевой вопрос мы можем только предположительно отвечать или судить предположительно а эти элитные фракции без путина они способны компромиссу или вот у меня ощущение что не что вряд ли но мы можем только значит подтвердить или опровергнуть наше предположение в ходе реального развития политического процесса тут дело другое я бы знаю что добавил наверное что вот общественному мнению общественности то и которые за рубежами россии то и которые в россии это уже сейчас не столь важно надо просто не только внимательно наблюдать за процессом но и сказать возможность него вклиниться то есть включиться потому что наверняка такая возможность может открыться вполне но чтобы добиться чего-то для себя нужного понимаешь не для словно мишустина собянина патрушева а вот для нас же что-то нужно в конце концов для для людей а людях надо подумать вот с точки зрения презумпции их интересов да да но переходим к вопросам у нас и на эту тему уточнению вот всего сказанного на будут вопросы в разброс но я валерий начну с такого остренького для вас вопроса из сообщества youtube канала дискуссионный клуб а вопрос так звучит изменили ли вы валерий дмитрий свою позицию по крыму может уже пора признать что крым это украина вас поймут ошибаться может даже уважаемый профессор я не понимаю почему мне менять свою позицию если я всегда говорил публично что де-факто крым принадлежит российской федерации вот когда он де-факто перестанет принадлежать российской федерации тогда я могу изменить свою позицию а что касается де юре я говорил де юре этот процесс не признан и вряд ли он когда будет не менять нечего аркадий изменить мою позицию может только сама жизнь если изменится де-факто принадлежность крым де-факто я подчеркну потому что есть конце концов в английском праве такое почти за тавтологии прошу извинения правила что распоряжение это на 99 процентов и есть владение это очень важно понимать если это принадлежит де-факто оспорить это вот де-факто него юридически пожалуйста сколько угодно и я всегда говорил еще раз напомню что это было с точки зрения международного права совершенно незаконно совершенно и я говорил это всегда публично нисколько не стеснять но де-факто крим принадлежит россии да но давай так говорить там еще все таки есть люди которых в любом случае надо было спрашивать в любом случае да значит как конечно что касается людей это вопрос будет мучительный и если подходить по всем международным канонам как проводят референдумы в канаде в ирландии мы об этом говорили в наших передачах то конечно мы не знаем какая будет конструкция постпутинское время международных отношений но если идти по этому пути то там может быть всякое я надеюсь что в любом случае это будет такой длительный и мягкий переход что в россии будет вменяемая власть и на украине и при содействии международных институтов будет выработана формула которая ну по крайней мере не допустит здесь сам самых трагических вариантов вот а сам вопрос по себе конечно провокационный это такой лакмус и навального пинает постоянно поэтому олег видитесь уж извините но я вот вас разогрева об этом можно говорить долго этому посвящать целой передачи как бы как бы с крымом но сейчас на повестке дня массов масса вопросов срочных и волнующих наших зрителей второй вопрос куда движется европа к разборкам кому и сколько во главе с главным бухгалтером шольцем или к торжеству справедливости с джонсоном и я от себя добавлю вот у меня был на днях пост я эти международные политические круги страны разделил на три категории ну так условно да первые хотят но не могут восточная европа польша и прибалтика другие могут не хотят старая европа италия франция и германия и могут и хотят но почему-то тянут соединенные штаты америки великобритании потому что вот это вот недовольство нарастает со стороны украины со стороны таких горячих сторонников радикальных решений вопрос догонку вот от меня валерий не считаешь ли ты что наступает вот такой этап когда новый этап когда запад вырабатывает новый подход более сидящий к путину для разрешения этой ситуации ну я начну с последнего твоего замечания да и это происходит это происходит это результат того что противостояние затянулось что его эскалация чревата самыми опасными последствиями том числе для ряда европейских стран и в том числе это происходит потому что власть российская она ведет целенаправленную в работу по использованию своих агентов влияния это кстати совсем не обязательно люди которым плакать значит почему от соединенных штатов потому что не это напоминает я понимаю историю аналогия конечно отдаленная очень условно заключительную часть первой мировой войны когда вступление в войну соединенных штатов колоссальными людскими контингентами просто колоссальными из техникой значительные по тем временам она определила исход пользу антан особенно после выхода россии или ослабление первоослабление россии а потом и выхода и сейчас не от британцев зависит а именно и от коалиции там новой европы с британией не от больше зависит исход этого противостояния конечно соединенных штатов если они окажут решающую военную поддержку до украины есть шанс если они не окажут то россия будет может быть и медленно но перед перемалывать все украинские силы и пусть и медленно но продвигаться вперед создавая ситуацию при которой если не мир то переговоры или хотя бы перемирия окажутся высоко вероятным не хочу сказать неизбежными но высоко вероятно теперь что касается различий в подходах европейских трат в классификация прекрасным образом подходит из нее следует не только вопрос правда в возможностях да это вопрос еще в треках и во многом это различные понимания национальных интересов вот допустим очевидно почему страны балтии и почему польша они поддерживают украину я напомню что там по отношению к ввп по моему на первом месте по помощи военной эстония оказалась эстония эстония да потому что они прекрасно понимают они заложили да то они следующий на очереди вот если бы удался блицкрик пусть даже не блицкрик а там может быть более протяженной по времени операции но казалось бы успешной по своим политическим целям то наверное ну даже наверняка мы можем сказать что кремль бы на этом совершенно точно не остановился совершенно точно не остановился мы мы это хорошо понимаем поэтому у них национальный интерес это очень важно интерес британии я не знаю можно ли его сформулировать как национальный или как принципиальный но она конечно вот британия сыграла ключевую роль в цементировании этой коалиции про украинской коалиции выступ но можно сказать что британия хочет сыграть особую роль в европе вот она вышла формально только формально фактически драмат евросоюза но она хочет влиять вот сейчас я это удается и действительно удается влиять а теперь что касается старой европы до которые могли бы не хотят вопрос то почему они не хотят первое предположение которое напрашивается ну значит россия использовала свои рычаги инструменты которые не имеются не исключено что это так не исключено но есть то что они понимают как свои национальные интересы давай представим себе позицию германского и французского правительства чего они боятся ну беженцев много беженцев будет случае эскалации становиться больше но главное что могут появиться беженцы из северной африки и ближнего востока из-за возникновения проблем с продовольствием и их окажется очень много и они со и куда они первым делом направляются мы помним по кризису 2015-16 годов италия франция германия по мосту эрдогана они двинутся за по мосту совершенно верно значит и дело не в том что там выросли цены на энергоносители стоимости это пока не мешает росту ввп евросоюза ввп растет растет причем довольно не ну рос по крайней мере рос очень неплохими темпами это может притормозить экономический рост но не остановит его но вот эти потенциальные мигранты они создадут колоссальную нагрузку не только на бюджет они вызовут напряжение в обществе как это уже было поэтому когда германия говорит ну нет надо вам сейчас украинцам договариваться с кремлем то они исходят немцы причем я должен сказать что не надо обольщаться там есть вообще на сей счет консенсус вот я не хочу сказать что он есть в обществе общество симпатизирует украине значительной части германская но выстрел лишь винти есть консенсус вот у того что пора уж положить конец безобразию да это выглядит там оскорбительное для украинцев это будет оскорбительно с точки зрения моральных ценностей но немцы руководствуется в данном случае своим весьма прагматичным национальным интересом как они его понимают и как бы их не ругали вот я могу точно сказать эта позиция не изменится задним исключением если на них не окажут чрезмерное давление американцы американцы могут вынудить изменить эту позицию по крайней мере риторически изменить на деле вряд ли но американцы тоже не хотят давить потому что они нуждаются в неком якорном союзнике в европе этим якорным союзником они избрали естественно германию не францию не италию не испанию именно германию поэтому они не хотят чрезмерно осложнять отношения с немцами независимости от того какой там канцлер независимости от их риторики поэтому ситуация выглядит я бы сказал сейчас непредсказуемо непредсказуемо вот внешнеполитический контекст он как раз складывается оптимально для того чтобы вот продолжалось это позиционное позиционное противостояние то есть еще раз похоже на первую мировую войну и решающей все-таки окажется роль соединенных штатов так кстати аркадий вот я добавлю ты знаешь это касается того что мы обсуждали в самом начале только что пришло сообщение что со слов пескова путин не сможет провести в июне прямую линию надо ждать подтверждение да что она переносится на неопределенный срок я могу сказать что июне только вообще-то начался ну не совсем только начался мы находимся только в конце первый декабря это очень интересно да это интересно если это подтвердится надо ждать да надо ждать подтверждения ну ну песков это достоверный источник значит валерий спасибо за достаточно подробный международный обзор что называется узнаю профессором гемо я тебя только добавлю что вот в соединенных штатах америки как и во всех демократических странах для тех или иных решений и президента и вообще сената всех политиков важно настроение избирателей и вот там осенью промежуточные выборы вот какого будет это настроение но будет очень многое определять и также у бориса джонсона его значит его сложности внутриполитические там наезды на него они снимаются его вот такой вот популярной радикальной позиции которую он развивает и его уже сравнивают там чуть ли не с черчиллом по сравнению с такими достаточно блеклыми премьер-министрами после маргарит тэтчер поэтому он молодец он задает тон ну а байден будет тянуться ему и его демократические партии важно как каковы будут настроения штатах осенью многое прояснится конечно и понятно будет каковы итоги хоть промежуточные спецоперации и сможете владимир владимирович обращаться к народу или что там будет происходить но у нас далее вопросах об этом тоже есть следующий другого плана маленький вопросик интересно осознают ли родственники ввп владимир владимировича путина для себя последствия его правления это же презрение во всем мире как минимум я не знаком ни с кем из его родственников и тем более вряд ли даже если бы был знаком вряд ли бы подобная задушевность разговоров была бы возможна да это первое второе это замечание естественно уже общего свойства ну насколько насколько мне известно насколько мне известно и уже из психологии люди склонны к рационализации то есть они находят для себя объяснение всего причем выгодные для себя объяснение это очень важно понимать поэтому чтобы эти люди допустим тоже лиза пескова да кто там дочки владимир владимирович илья медведев может быть да илья медведев вот чтобы они не ну а кстати вот пожалуйста дмитрий анатольевич медведев прекрасный пример прекрасный пример рационализации очень хорошо что ты упомянул эту фамилию аркадий вспомни чек который свое время говорил свобода лучше не свободы я понимаю что это трюизм но в то время это звучало здорово здорово звучало ничего и вдруг он разражается проклятиями ты иначе не назовешь проклятиями в адрес запада и всего что западом связано то есть чек он рационализирует он находит для себя выгодное объяснение оказывается это запад на нас покушаются что не такие негодяи хотят нас уничтожить на что уничтожить тебя что ли вы нуждали виноградник таска не покупать они заставляли тебя это делать вот это знаешь как любого чиновника это вас наверное заставляли американцы брать взятки и давали вам взятки они вас заставляли там фридман авиана покупать дворцы в лондоне у роскошные особняки это все они сами сделать вот люди находят для себя объяснение всего и очень важно это понимать причем вы листящее себе объяснение а если что-то не так то виноваты они не бывают бывают виноваты другие данном случае запад и виноваты обстоятельства вот обстоятельства так сложились невыгодным образом но мы-то ну как опять же в анекдоте а нас то за что бить но мы-то здесь причем это другие все во всем виноваты поэтому я бы не ожидал ничего прорывного и духе романов достоевского что надо брать вину на себя и что я за все виноват нет ничего подобного даже близко быть не должно у этих людей аркадий да да мне кажется что и в этих кругах и с самом низу простые люди пока не понимают что произошло какого масштаба катастрофа произошла что может поэтому для них вот эти недоумения возникают я же тут ни при чем вот все чушь там такое и это как это конечно определяет всю трагедию судьбу страны и это будет перевариваться еще очень долго прошло вот всего три месяца для кого-то достаточно было трех часов чтобы чтобы понять и написать уже это это что за безумие кто-то пока еще не понимает совершенно и и не предумевает следующий вопрос отчасти на него уже был ответ но может быть уточнишь а какой предполагается конструкция госсовета функции и примерный состав кто у руля и надолго ли такая система управления или это попытка временного контроля со стороны путина ну госсовет мыслится я так полагаю по разному на одновременно может мыслиться то есть и как переходный орган и как некое политбюро которое обеспечивает переговорную площадку для элит и контролирующий процесс принятия решений на то есть хронологически сперва создается госсовет что касается его личного состава мне известно только пока фамилии двух человек и называть не буду но это очень близки к путину люди не наверное даже не просто близки они наиболее влиятельны брать не на размер размер это не тот госсовет как у императора не они это политбюро да это политбюро будет это политбюро значит путин формирует я знаю что есть люди там которые туда не попадут и это вызывает дали понять сиси очень сильное раздражение смело не выразиться сильнее значит наполняется штаты вот управление которые будут обслуживать госсовет это не управление там по госсовету в администрации президента это собственно сами службы госсовета чем не сказать что полным до полным ходом это идет значит формируются штаты ищут людей а по идее по идее предполагалось это запустить осенью осенью да что он должен быть сформирован госсовет и начать свою работу осенью во главе его будут стоять путин формально фактически опять же скорее всего во главе госсовета оказался патрушин ну мы сейчас просто забегаем вперед еще раз подчеркну что очень многое начнет проясняться на рубеже лета и осень вот скажем мои конфиденты они очень уверенно я бы сказал с непривычной для таких людей уверенность которые много чего уже видели из самого том числе неожиданного насмотрелись они говорят что в августе могут начаться серьезные перемены уже в августе до всех планов и они связывают это с состоянием президента это очень важно понимать хорошо спасибо следующий вопрос уголовные дела против уже уехавших из страны попытки конфискации их имущества а как известно вот вчера по моему госдума приняла соответствующий акт или там вынесла на рассмотрение конфискации и спрашивают это инерция системы или это новый элемент в арсенале запугивания остающихся я связи с этим вспомню вот дмитрия глуховского обсуждали а как раз сейчас что вот это его последнюю книгу у меня в дороге да да еще не дочитал ее половина вот очень популярный автор можно его поставить в ряд с сорокином пелевином который вот это все описывает и его прогнозы что называется не дай бог чтобы сбылись но вот есть такой факт известный человек подпадает вот под под эти гонения так валерий вопрос прозвучал вот как бы ты на него ответил это новый виток или инерция машины да это новый виток это ужесточение репрессии мы с тобой говорили кстати несколько раз может быть если не каждый раз то через раз мы обсуждали всегда говорил что надо ожидать дальнейшего ужесточения новые волны эта волна это значит попытка но вот людей здесь нет надо ударить по каким-то их оставшимся в россии там скромным материальным активом у кого-то но большей частью понятно у тех кто уехал это актив очень скромно и как ты понимаешь что любой судебный процесс для человека находящегося вне предела в россии он крайне затруднен с государством в россии вообще практически невозможно судиться особенно если это дело на почве политики формируется а уже за границей ну конечно может там найти адвокат по доверенности но шансов мне кажется никаких и просто власть фактически приступает конфискации имущества у тех кого можно назвать врагами народа и на агенты это ведь мягкая формула для определения врагов народа на или там нежелательных граждан я значит жду когда они начнут насильственно лишать гражданство я думаю это скоро мы тоже увидим там вот захочет и конечно не дай бог данном случае вернуться в российскую федерацию да господин янковский ваше гражданство аннулировано и на глазах у тебя порвут паспорт возвращаетесь туда не год вы по паспорту поведен вы можете въехать в принципе въехать да и же там правила для въезда человека без гражданства ну вам надо оформить его сперва ты знаешь у них сейчас есть другой бывший депутат госдумы более интересный это невзоров которого появился вроде как украинский паспорт поэтому стрелы пока еще вряд ли появился там тоже процент ну ладно а идея понятно что они будут будут двигаться в этом направлении это не инерция это новое это новое новое худшее как обычно от плохого кучу так такой вот регресс в россии да следующий вопрос про медведева как раз медведев на новом витке алкогольного безумия или это лишь голос в отражи в отлаженном хоре наиболее воинствующих нукеров путина турчак володин кадыров то есть он вот туда подстраивается и они соревнуются кто яростнее без кроме без компромисс не в отношении запада до медведев придерживаясь этой риторики хочет показать что нужен что он востребован что оставьте меня в обоими хотя владимир владимирович по сообщениям злых но осведомленных языков он намерен направить послу не в госсовет нет не в госсовет так что вот это вот ястреби ястребиный клёкот и это подчеркнула лояльность ну конечно не поможет но вот в том случае который был последним и нашумел где он проклинает запад мне кажется что это пагубно или наоборот стимулирующее воздействие самого известного русского стимулятор сыворотки правды вот давай это исконно наши природные национальные сыворотка правды и стимулятор и антидепрессант и депрессант одновременно в зависимости от контекста вот мне кажется без этого не обошелось да вспоминая нашу историю тут наверное по словам в монголию там как это посылали про винившихся так символически в Таиланд прекрасная страна кстати если любишь коктейли на нас сока и кокосового молока Олег Дмитриевич следующий вопрос серьезный ваша оценка продовольственного кризиса в мире двадцать второго года вклад кавычках войны и путина в этот кризис насколько манипуляции путина в этом вопросе включая воровство украинского зерна в портах в черноморских портах действует и является ли это предметом переговоров с западом или это лишь эпизод да это очень интересный вопрос чтобы ответить вообще-то конечно надо представлять себе зерновой рынок есть такой в россии очень хороший специалист андрей СИЗО я могу сослаться на резюме того что он говорил по его словам есть напряженность но причин собственно для голода нет причин нет это очень важно понимать то есть зерна достаточно но есть проблемы с доставкой то есть логистикой и то что происходит в частности там связи с невозможностью вывести зерно из украинских портов да это конечно связано это логистика потом надо смотреть баланс как с каков клад значит украинского зерна и российского кстати где выяснять что украинское зерно очень важно как раз для стран северной африки и ближнего востока и вот тут-то возникает возможность шантажа которым путин крем целом занимается занимается на сказать довольно успешно вот если те не получат еще раз дело не в том что нет зерна потому что если не получить вовремя не получить вовремя возможны политические эксцессы в этих странах возможно резкое стимулирование значит панических настроений ну давай вспомним как началась российская революция в феврале семнадцатого года вроде зерно да 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 и мука была на складах а вот не доставили в пекарне и дальше пошло поехало это первое второе опять же есть сообщение о том что россия сейчас пытается активировать свои частные военные кампании в африке вот они же действуют обычно в самых бедных африканских странах где и так дела с едой не очень хорошо обстоят спровоцировать там напряженность чтобы вызвать поток беженц и понятно куда эти беженцы направятся то есть россия предпринимает усилия для того чтобы превратить это мы сейчас видим вот продовольственный фактор пока это фактор именно в элемент шантажа и в элемент давления на запад и она как говорят очень правильно англичане заменяет нарратив когда значит украинцы говорят мы послушайте вы дайте выход снимите там районно морскую блокаду да а что отвечать услышите а какие проблемы вы снимаете свои мины да а мы будем досматривать ваши суда не везете ли вы чего-то помимо зерна прекрасно понимаем что следующим шагом станет а зачем нам делать это далеко давайте мы ведем свои суда свои сторожевики в акваторию одессы одесского порта и прям там будем проверять все ли в порядке с вашим зерном не пытаетесь ли вы там зарыть среди зерна автоматы ну или мины или еще что-нибудь не занимаетесь ли вы оружейной контрабандой то есть российская данном случае российская пропаганда вот это подмена повестки сменой она работает она в общем тоже работает но еще раз подчеркну что а как элемент дипломатического шантажа да это сработало позиции конечно германии франции формируется с учетом этого фактора безусловно да спасибо валерий дмитриевич это только половина вопросов давайте двигаться в темпе но самый вопрос у меня в конце я зрители предупреждаем да еще скажу да еще скажу последний наш были близ двухнедельной давности содержателен он только на канале дискуссионного клуба на канал валерий дмитриевич не попал поэтому в конце передачи будет отсылка на это видео пожалуйста смотрите там много содержательного дополняет наш сегодняшний разговор вопрос про казахстан ваша оценка изменений в казахстане принятие новой конституции дальнейшее эскопирование назарбаева имеет ли это значение для россии как пример возможного сценария для наших элитариев ну конечно это имеет значения потому что из-за событий в казахстане в январе этого года путин во многом был вынужден отсрочить идею транзита сейчас он снова не возвращается потому что другого ничего нет ну и он значит понимает риски которые возникают в этом случае поэтому наверное выделяет такое внимание госсовет что касается самого казахстана то изменение в конституции как же движение в правильном направлении это совершенно точно но давайте вспомним что и в россии не такая уж была плохая конституция до изменений она была не такой уж плохой все что нужно было в ней содержало вопрос не в конституции а вопрос практика конституция она работает или нет и это же окажется очень верным для казахстана это и раньше было верно сейчас и подавно но если будет хотя бы какая-то инерция того что на время того что задумал и делает такая то есть инерция в сторону больших свобод реализма то конечно это пойдет на пользу стране безусловно но что будет дальше я не берусь судить возможно практики привычные такие практики там доморощенного султанизма не возьмут вверх да да на ельцинская конституция на мой взгляд все же была с перекусом в президентскую власть но она соблюдалась государственная дума могла делать назначать комиссии расследование проводить счетная палата была но все было другое ее просто путин растоптал мы сегодня живем вообще без конституции вот так как будет казахстане ну посмотрим вот эта модель может быть в чем-то она лучше лучше понять и и и нашу ситуацию следующий вопрос про нашего брата налицо определенные расхождения между политэмиграции и протестными условно протестными протестными сообществом в россии это объективный процесс вопрос и те и другие признают микроскопичность своего влияния на ход событий их видение будущего и мотивации различаются все больше и больше звучат нотки недовольства друг другом что же будет дальше вот в этой в этой сфере точки зрения да это процесс неизбежный и ничего другого ожидать не следовало бы мы с тобой тоже об этом говорили потому что по мере того как нарастает временная дистанция который ты находишься от россии возникают некоторые сложности с пониманием потому что ткань это вот российская это нам нам кажется вот когда мы находимся здесь что она неизменно на самом деле она меняется она пластична ну масса нюансов которые улавливаются кожи ты прекрасно понимаешь кожи это не означает что там оппозиция который вовне она плохо плохая или она чего-то не понимает это это с моей точки зрения не так или что она не способна сыграть важную роль она способна сыграть что можно говорить больше можно говорить открыто можно заниматься какой-то организационной работой хотя бы объединяя российскую политэмиграцию находящуюся не россии что само по себе уже немало а что касается того что будет дальнейшем это зависит исключительно от динамики в россии динамика зависит не от оппозиции если та же самая элита о чем мы говорили вначале вызовет динамику вызовет динамику то оппозиция получит шанс в эту динамику включиться и попытаться сыграть собственную роль ну имея ввиду выступая от имени общества и в интересах общества и для общества но это зависит уже от нашей способности скажем честно пока она да ну вот сейчас настоящий момент она ну не просто стремится к нулю на нулевая скажем она нулевая но это не означает что так будет всегда или что так будет очень долго я склонен полагать что все может начать меняться очень быстро просто в этом случае не надо находиться в оцепенении оценок там скольки-то месячной давности вот находиться в под их влияние надо быстро и реалистично оценивать ситуацию и видимо действовать тогда уже аркадий да от себя добавлю что действительно находясь внутри россии какие-то моменты ощущаются гораздо лучше и и понимание она отличается того что извне но и отсюда как некоторые вещи видятся на расстоянии в сравнении значит с мотивацией вот западных политиков и понимание их их мотивов их возможных решений оно здесь другое и иногда более более точное поэтому наша задача вот соединить все все возможности и конечно держать руку на пульсе и обмениваться друг с другом соображениями чего наша программа теперь служит следующий вопрос какая обстановка у путина на других помимо украинского фронтах талибы их претензии взаимоотношения взаимодействие или пикировка с эрдоганом отношения с китаем как вам выпад болгарии черногории и македонии против лаврова ему закрыли небо нет особенно приятно находясь черногории и чтобы вы отметили вообще международной ситуации в этом смысле для путина ну давай сказать по порядку что касается китая путин лично и в целом кремль крайне раздосадованы тем что китай не оказывает ту помощь на которую рачки и который китай обещал оказать он обещал оказать но китайцы говорят что в силу своих национальных интересов мы эту помощь оказать не можем потому что тогда будут поставлены под угрозу наше развитие и причина этого это масштабный и глубокий характер западных санкций против россии этого ни кремль не ожидал ни китай этого не ожидал первое второе но с турцией сейчас там более или менее нормальные отношения я думаю что договорились на почве сирии что турция значит там реализует свои интересы в сирии защищает их и взамен оказывается для россии порталом во внешний мир что и происходит не вводят санкции против россии что касается трека вот связанного с карабахом с азербайджаном я не знаю что там происходит настоящий момент не знаю пока что там пауза что касается талибов то талибы требуют еще отступного для себя значит им недостаточно получить то что им россия пообещала недостаточно просто стать участниками петербургского международного экономического форума надо напомнить что талибы формально ведь признаны в россии экстремистской организации и вот значит экстремистская организация будет участвовать в этом форуме они хотят еще денег и возможно они даже их получат еще денег это довольно большая сумма там счет идет на миллиарды насколько мне известно но это не означает что они не кинуть вот это очень это же восток и что они не кинуть что не найдутся англичане которые присущие манере бы сумеет переубедить талибов да и сработает их условно восточный здравый смысл получили от кремля сейчас получим от англичан как в анекдоте осудить будем по совести а сами вторгнемся в таджикистан чё нам засиживаться на месте так что это вполне вероятно ну а что касается вот черногории болгарии серной македонии да это такая символическая пощечина по носу символическая может быть она с точки зрения реал политики не очень разумно но с точки зрения символики она конечно очень важна да и вот эти действительно малые страны не самые важные страны европы серная македония черногории так вообще крошечные страны да значит демонстрирует свою независимость и свою способность противостоять стране которая борется за статус сверхдержавы и пытается тем или иным образом поддерживать это интересно я согласен это конечно унизительно для лаврова лично для кремля это плохой это плохой знак аркадий да когда диктатор слабеет это начинают чувствовать все по периметру и конечно тут может быть целая цель целая цепь неприятностей такая лавина которая положительная обратная связь которая собственно все это и запускает а что касается талибов и ты знаешь я из-за них пострадал у меня вчера был пост там про участие талибов в этом форме я там написал что-то там аминь аллах акбар там была картинка и в общем меня меня там при ней принизили пользуясь случаем зрителей попрошу заглянуть фейсбук и там меня поддержать вот лайком так же как канал продвинуть а следующий вопрос такой содержательный и мы его тут с маратом гельманом даже обсуждали потом он написал пост фейсбуке и я смотрю очень популярную программу венедиктов с пастуховым по четвергам и там ему виде вопроса вот ссылаясь на гельмана идет разговор только они перепутали там марата с владимиром гельманом ну неважно значит вот о чем речь идет и вас спрашивают как вам озвученный план по которому херсонская область вместе с луганской донецкой республиками через так называемые референдуме объединяются в новую украину и потом вместе с белоруссией присоединяются к россии или даже объявляется создание нового государства такой план приписывается кириенко ваше мнение ну а существование этого плана известно о том что автор сергей владелирович кириенко тоже известно но судя по тому что сейчас готовится референдум херсонской области начал готовиться именно кстати после недавней поездки кириенко мелитополь референдум о вхождении в состав российской федерации подчеркнул именно вхождение а вхождение да именно херсонская и считаю что этот план все же не все же вообще фантасмагоречен изначально изначально потому что я уже не говорю о том что военном отношении ничего не предрешено не предрешено настоящий момент а военное счастье вообще переменчиво поэтому я бы совсем-совсем не торопился с такими идеями я понимаю что торопится владимир владимирович ему надо увидеть реализацию своей большой голубой мечты свою роль реализацию своей миссии как чека восстановившего мощи величия сверхдержавы понятно но выглядит это все честно говоря жалко фантасмагорично и крайне-крайне посмешно крайне-крайне и поспешно и саркастично мое отношение к этому саркастично понятно но тогда какова роль беларуси отводится если все это мимо нее проходит это это как это сказать там тысяча первая попытка в беларуси ничего ничего нового значит лукашенко получает деньги вымогает деньги я же ваш единственный союзный владимир владимирович как же вы бросите как же вы без нас и ничего не скажешь почти единственный союзник если конечно талибы все же не союзники наверное это партнеры с точки зрения гребенской терминологии далее я объединил два вопроса второй вот как раз наиболее любопытный для наших зрителей может быть и так два вопроса сразу первый стала расхожим местом тема здоровья путина действительно похоже что счет пошел на месяц и есть сообщение что задуманы досрочные выборы президента рф весной следующего года дотянет ли ввп до передачи власти вы обещали профессор что он сойдет уже в этом году и второй вопрос на эту же тему очень похоже что крем использует двойника путина кажется вы говорили что двойник почти идентичен внешне но у него есть два малозаметных отличия от оригинала какие какие отличия говорить не стану сейчас не стану пусть люди попробуют развить свою наблюдательность и интеллект есть есть два различия совершенно точно и а можно я одно предположение вы скажу о том вы скажем да домой мол мочки ушей до мочки ушей не поддаются пластике это одно оно есть еще одно даже есть еще даже есть еще одно но она она как раз подается корректировки что касается того я никому ничего не обещал я не мог никому-то пообещать что путин я говорил совсем другое что владимир владимирович исчезла из российской международной политики из политики двадцать втором году вот это сейчас и происходит идет его постепенное исчезновение и я никогда не говорил что это будет единовременный а тоже не надо это это именно процесс если человека заменяют политика лидера страны заменяет двойниками у него был один начнет сначала два потом один а сейчас снова еще второй появился его дорабатывать как говорится молодежь допиливают то можете представить как же обстоит положение дел с ним вот и плюсы на по напомню что вот сегодня песков объявил надо ждать подтверждение что прямая линия с путиным вы июне не состоится но надо ждать подтверждение да я скажу что царь может быть и цифровым для народа если он хоть хочется царя дополненная реальность да и отличить вы не сможете даже уже специалисты не смогут отличить настолько это качественно сделано да если вы согласны жить при царе значит вам подойдет любой нарисованный и так далее еще три вопроса у нас значит соединенные штаты последовательно работают на экономическое удушение режима путина только что вели запрет фактически на любые инвестиции в россию в принципе возможно ли довести режим до такого плачевного состояния что народ не выдержит и заробщит по-настоящему вопрос понятны но ответа у меня исчерпывающего или удовлетворительного не этого не мы не знаем вот мы будем проверять я могу сказать что одного экономического давления явно недостаточно должна быть какая-то внутренняя динамика какие-то процессы в данном случае важно то что вот это экономическое давление извине скорее всего совпадет с кризисом личного лидерства путина и с последовавшим за кризисом личного лидерства политическим кризисом верха и плюс военный фактор что будет происходить на полях сражений в украине спасибо противоречивая информация насчет выборов этой осени состоятся ли и какие или нет это зависит от результата спецоперации что вы знаете об этом ну я знаю на самом деле то что объявлено официально до что выборы состоятся но я сразу подчеркну меня терзает смутное сомнение вот я не могу исключить того что в августе начнет что-то происходить что заставит вынудит несмотря на то что это будут нарушения беззаконодательства отказаться от выбора но ждать придется до августа вот сейчас с точки зрения сегодняшнего дня ситуация внутри российской выглядит стабильно позволяет провести выборы за программированным результатом это совершенно точно но и завершаю вопрос чтобы вы отметили из внутрироссийских трендов настроений в обществе они скорее обнадеживающие или печально надо бы это надо бы обсуждать это надо бы обсуждать отдельно и специально потому что но если рост недовольства есть рост недовольства есть рост раздражения критичен ли он нет потому что этот рост раздражения пока не переходит в какое-то масштабное политическое действие вот там бутылки коктейли молотова который бросают военкоматы это интересная тенденция тоже конечно тенденция но это не массовое политическое действие и летом вообще ничего такого я бы сказал вот в области массового сознания я бы не ожидал ну точнее проекции массового сознания какие-то публичные формы но последствия кто знает вот мы можем судить очень к сожалению очень-очень гадательно вы но нет нет ответа аркадь да но будем наблюдать будем анализировать как-то влиять и будем ждать а спасибо за содержательный разговор дорогие друзья смотрите наш канал подписывайтесь и находите на канале другие передачи нашу предыдущую передачу с валимом блиц и это тоже всего хорошего до свидания все хорошего до свидания